У меня, если честно, было какое-то такое двоякое мнение относительно того, будет ли жить Бабарая в новом доме бытовки или не будет. Я всё как-то сомневалась, но думаю, как бы она опять что-нибудь там не словила, да, и не отправилась назад в свой дом холодный, с дымящейся печкой. И вот мне никак не верилось. Ну, конечно же, нам всё будут показывать, и Игорь будет показывать дальше, потому что ещё впереди день рождения, но вот удачная сказка для Бабы Раи, она всё-таки состоялась. Всем огромный-огромный привет! Я рада видеть вас на своём канале, надеюсь, вы тоже рады меня видеть. Ребят, поговорим мы с вами о позитивном канале, о канале Игорь Мёдов, и обсудим с вами очередной видеоролик с Бабушкой Раей. В этом видеоролике мы с вами увидели продолжение. Почему говорю мы с вами? Потому что я думаю, что большинство моих зрителей смотрит канал Игоря, ну а кто не смотрит, то вы просто обязаны на него подписаться, потому что называется он Игорь Мёдов. Видеоролик был с Бабушкой Раей, и он настолько был позитивный, что я его опять присмотрела на одном дыхании, я только улыбалась, и у меня не было больше никаких эмоций, ну таких, да, негативных, потому что, ну, ролик это сплошной позитив, и вот знаете, вот именно такие ролики хочется всегда смотреть. Хотя история с Бабой Раей, ай-яй-яй, и Игорь, наверное, прекрасненько потрепал себе нервы с Бабушкой Раей, прекрасненько это в кавычках, ну, потому что он же уже давненько пытался ей помочь, сначала там у него это было с мебелью, она ему отворот-поворот дала, потом уже и с бытовкой, что были все в шоке, она не хотела не выходить, ничего, и вообще там я думала, как так, бытовка, такой подарок, это вообще сказка, и правда говорят, что выиграла, да, лотерею, и она чудила, ну то, что она вот странная, то вот она и в видеоролике о себе рассказывает, что она оставалась на второй год, и объясняет, что папа у неё был тоже такой, и она, и вот не давалась им учёба, но, вот знаете, в этом ролике вот вполне нормальный, адекватный человек, всю понимает, говорит, телевизор смотрела первую ночь там и допоздна, и утром, и вообще никуда не выходила, и она, в общем, испытывала такое счастье, что она выспалась в тепле, такая интересная у неё, такая это костюмчик или пижамка такой прям плюшевая, она сама такая прикольная, и вообще всё до мелочей, ребят, всё до мелочей до конца уже продумано, и она даже сама себе купила швабру, которая ей удобна, кстати, я тоже не люблю эти швабры новомодные, я вот тоже привыкла к деревянной, и мне кажется, лучше, чем деревянная швабра найти, ну правда, и удобно, я не знаю, вот мне лично она удобнее всего, всё по старинке, ну а если куда-то я не доберусь этой швабры, швабры прекрасно можно и без неё обойтись, и пройтись руками по всем углам и плинтусам. Ну и, наконец-то, привезли уже ещё и животным корм, объяснили всё бабушке Раю, ну она так, знаете, улавливает всё, и всё она понимает, чё, как кормить, и вот, ну, казалось бы, вот чё она, вот чудила, вроде рассуждает, всё радуется, всё показывает. Ну да, конечно, момент того, что она жила, как Игорь говорит, в хаосе, и у неё этот был беспорядок, да, то, конечно же, не стоит ждать кристальной прям чистоты, потому что, ну, всё это должно приходить, ну, как бы со временем, а какое тут уже время, время, когда она уже так пожилой человек, ну вот ей подсказываешь, она делает, там убирает, но всё же она радуется, но немножко, знаете, вот напряг момент, что она пошла всё-таки в дом топить печку. Непонятно зачем, то ли по привычке, то ли это она жалела своих собак, которые мёрзнут, ну, то ли как это можно объяснить, но вот этот вот момент какой-то вот такой вот, мне немножко показался странный, я вот именно, когда Игорь вот, ну, показывал видео, как она там топит, то я уж подумала, всё, опять у неё что-то там это переклинило, и опять она хочет вернуться в свой дом, там топить печку, но нет, это просто, ну, я как понимаю, может быть, она всё-таки заботилась так о своих собаках. И да, сказала, что на вокзал она уже больше не ходит, и ей очень классно, ей очень радостно, ей тепло, в общем, у неё всё шикарно. Вот я радуюсь, что всё-таки Игорь именно новую бытовку заказал, именно такую, как хотел, именно по каким-то своим планам, именно то, что вот нужно было, а не забирал эту бытовку Бабы Гали, которая, ну, обошлась бы, наверное, почти так же, но там ещё нужно было бы кучу всяких доработок. Да, и там бытовка совсем маленькая, это видно, прям, знаете, вот как однокомнатная квартира, прям вообще, я говорю, прям вот как будто, да, бабушка Рая живёт в квартире. Ну, конечно, у неё ещё впереди день рождения, и будем следить за событиями на канале и за видеороликами. Ну, хочется вот на самом деле, мне лично очень хочется видеть продолжение. Ну, потому что столько сложностей было, столько было проблем с этой бабушкой, что уже на самом деле хочется знать, что там и как там, живёт она там или не живёт, как вот она быт свой обустраивает, вот как она за порядком следит. Вот именно хочется вот такие вот как-то моменты наблюдать, потому что, ну, всё-таки слишком она нам показалась изначально сложной, и вот, знаете, вот как-то вот просто вот не верится, да, что вот она всё-таки будет жить в бытовке в этом доме и забудет про свой старый дом. Ну, ладно, будем думать, что она и правда там просто хотела, наверное, согреть собак, и поэтому она там топила. Ну, я говорю, я вот на миг прям испугалась, думаю, ну, всё, думаю, решила вернуться обратно. Вообще ролик супер, прям позитивный, просто супер. Вот побольше бы таких блогеров, таких историй, таких вот, знаете, с таким вот финалом добрым, с настоящей помощью. Понятное дело, что Игорю помогали и подписчики, и зрители, и спонсоры. Но, опять же, разве возможно это, если к каналу нет доверия? Нет, конечно. Только если блогер заслуживает доверия, только тогда и люди подключаются и помогают. А у нас с вами тут такие есть блогеры, которым вообще нет никакого доверия. И, если честно, я не понимаю, кто им помогает. В общем, ребята, у меня всё. Я жду вашего мнения, ваших эмоций, комментариев. Всем, как всегда, желаю прекрасного настроения, позитивных эмоций, любви, добра, понимания и отличного настроения в новогодние праздники. Обнимаю вас сердцем и душой. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok